Приветствую вас, Алексей. Я в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что вы не написали свой вопрос. То есть вы просто не написали текст, не написали то, что вы хотели написать, в принципе. Но уже исходя из того, что вы вот озвучили здесь, исходя из того, что вы написали, ну я могу сделать вывод о том, что у вас есть комплекс по поводу вот дефекта походки, эстетического. Эстетический дефект походки. То есть вы правда считаете, что из-за этого у вас нет любимого человека и половой жизни? И если насчет половой жизни я могу вас понять, это естественная потребность человека, то вот, например, желание иметь любимого человека, ну мне хотелось бы, конечно, немножечко преследовать. А почему вы нуждаетесь в любимого человека? Откуда такая у вас нуждаемость? И с чем она, собственно говоря, эта нуждаемость связана? Потому что возникает она, как правило, тогда, когда человеку не хватает, не хватает, не хватает любви, к самому себе, к самому себе не хватает, принятия самого себя, ну и так далее, и так далее. И в таком случае, в таком случае, нужно исследовать, нужно исследовать этот момент, нужно исследовать эти моменты, нужно разобраться в них, нужно разобраться увидеть, что вы вкладываете в любимого человека для себя, какое значение для вас он имеет, любимый человек. И почему он имеет для вас такое значение, например, именно такое, а не другое значение. Вот. В целом, в целом, ну, ваши комплексы и, в целом, ориентирование немного не на те моменты, которые важны, то есть вы ориентируетесь на... Свою походку, вы ориентируетесь на, собственно, свой, ну, на какие-то внешние факторы. Вот. Хотя, на самом деле, это, ну, совсем не важно, что на самом деле, это, совсем не так важно, как может показаться на, собственно, на первый взгляд. То есть, если у вас, к примеру, есть, допустим, если у вас есть, ну, допустим, некая вот внутренняя сила, вот. Если у вас есть внутренний, внутренний ресурс, например, то вы можете его использовать и никак абсолютно этот момент не может оспариваться тем, что у вас есть некие физиологические недостатки, потому что физиологические недостатки важны не так сильно. Ну, вот. Вот примерно, примерно, такой можно дать вам ответ. С точки зрения психотерапии вам нужна, именно, вот, помощь в работе с комплексами, вот, который у вас имеют место быть. Я думаю, так. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть, я понимаю, что, ну, что ваши проблемы, вот, вот, вообще, в целом, ваши проблемы это не решит. В целом, ваши проблемы, это, ну, вряд ли это решит. В целом, в целом, ваши проблемы. Ну, вот. Ну, по крайней мере, это позволит вам лучше в себе разбираться, лучше, в принципе, ориентироваться. И, по крайней мере, это поможет вам лучше себя увидеть. Я надеюсь, немного, ну, много нового, новой страны. Вот. То есть, с одной стороны, это восстановление восприятия себя и принятие себя таким, какой он есть. С другой, какой вы есть. С другой стороны, это ориентирование на ваше достойнство на ваши ценности, на ваши ценности, вот, и снижение степени значимости, вот, собственно, внешней составляющей, потому что, оно, конечно, 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 внешняя составляющая должна с этим. Нельзя, нельзя спорить ни в коем случае. Но вы склонны, вероятно, ее, вот, значимость этого преувеличивать, вот. И я думаю, что в этом вам можно помочь, я думаю, что в этом, ну, с этим, точнее, вам можно помочь поработать, вот, если вы хотите, конечно, если вам хочется, конечно, вот, и, соответственно, тогда уже будут определенные результаты, вот. Вот так вот мне видится, видится ваша, так мне видится ваша, ваша ситуация, вот. Такое она мне видит. Я не претендую на истину здесь, просто надеюсь, дал вам писать для разношения. Вот. И сейчас повторю, вы не написали свой вопрос, поэтому, вполне возможно, и вероятно, что имели вы в виду что-то другое. Вот. Но я, как, как вот психолог, да, я вижу, вижу, в первую очередь, такие вот некие трудности у людей. Поэтому обращаю внимание ваше, ваше сразу на этот факт. Вот. Что причина, почему у вас нет, например, половой жизни, вы не можете выстраивать отношения с людьми, не в том, что у вас есть проблема, например, с, значит, ну, с походкой, да, не в том, что у вас есть проблема с походкой, а именно в том, именно в том, как вы себя воспринимаете. То есть, воспринимая вы себя несколько по-другому, воспринимая вы себя несколько лучше, воспринимая вы себя несколько иначе. Вот. И ситуация вполне могла, ну, вполне может быть, вполне может быть другой. Вот. Все зависит исключительно от вас, все зависит исключительно от вашего, например, желания работать над собой, над собой. Если такое желание у вас будет, то помочь вам, я думаю, вполне возможно и реально. Ладно, этим нужно заниматься в любом случае. Так что вот так вот можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам хочу пожелать всего доброго, я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам уверенность, я хочу пожелать вам, я хочу пожелать вам, наверное, личностного, личностного роста. Вот. Потому что это такая достаточно важная, важная, ну, достаточно важная штука, достаточно важная история, чтобы вы чувствовали себя уверенность, чтобы чувствовали себя хорошо, хорошо, хорошо вне зависимости от того, что с вами происходит, вне зависимости от того, какая у вас физическая сторона вопроса, потому что она может изменяться со временем. Вот. И чтобы вы не теряли своих ориентиров в жизни, которые, ну, ориентиры в жизни более глобальные, скажем так, чем, ну, чем обретение некого, некого физического состояния. Вот. И так далее. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.